Ребята, мы сегодня все-таки в любом случае собрались не просто так. Я с грустной рожей полностью максимально синхронизируюсь с неким Луи. Насколько я понимаю, это проект, который был основан на реальной жизни некого стендапера. Я стендап его, кстати, не смотрел. Будет прикольно, если мы попробуем на ютубчике выцепить одно из его переведенных шоу. Вдруг это реально смешной чем? Это мультик, основанный на его жизненных каких-то обстоятельствах, перипетиях. Скорее всего, это будет огромное количество шуток про семью, про его детство, раз уж он маленький, что логично. Я скептически относился к этому проекту и до сих пор скептически к нему отношусь, потому что имеется в виду в формате реакции, не знаю. То есть это для меня один большой эксперимент. Мне надо этот тип контента как-то по-другому, наверное, воспринимать. Он выглядит и ощущается немножко по-другому. Но у меня есть ассоциации с «Все ненавидят Криса». Это прикольный ситком тоже про жизнь стендапера, самого Криса, который снял сериал про свое детство. И это очень похожие вещи. Более того, я думаю, что сериал «Дарья» тоже был написан группой шутников-стендаперов. И он находится в этой категории. Не знаю, как насчет жизни Луи. Вроде как я посмотрел минимальную информацию. У него там три сезона, поскольку там серий. Все они выходили на Jetix. А значит, скорее всего, вы это можете лицезреть на YouTube. Жизнь с Луи. Что-то вы неприветливы. Я же вас кормлю. Давайте, поговорите. Ну же. Отстань, парень. Меня ребята ждут. Завести животное – серьезное дело. Я тебя понимаю. Я чувствую, мне понравится. Помните, как вы впервые попросили? Купим собаку. О, нет. Они линяют. Эй, а кошку? Нет, они царапают. И вот, сошлись на рыбках, да? Правильно. Я так и не знаю, кто из них лучший. Рыбку хоть не нужно выгуливать. Веселого просмотра, друзья! Ой! Моя начальная школа была пещерой ужасов. Рыбка по имени Перец. Внутри. А, он каждый раз будет нам в своем амплуа, ну, в лице своем обычном. И в форме воспоминаний будут у нас мультики. Слушай, прикольная идея. Ри, тебя пытались запугать до смерти. А во дворе было еще хуже. Я ненавидел перемену. Наша игровая площадка была ужасна. Это был питомник для психопатов. Слушайте, классно. Он начинается как стендап. Вот прям как классическая постановка. Нам сейчас рисуют коробочку, в которую мы будем погружаться постепенно. Блин, это правда очень напоминает обычный классический американский стендап. У самых неуправляемых были двойные имена. Это Крейг Эрик. Пол Джордж. И самый жуткий. Вы посмотрите, сам крошка Лолу. Вы поглядите, здоровяк Гленн Гленн. Я разрешил называть мое имя? Кажется, нет. Ну, а как тебе мой зажим? И что теперь? Что ты будешь делать? Ничего. Я же в зажиме. Точняк. Не будешь звать меня по имени без спроса. У вас, наверное, возник вопрос. А зачем же я ходил на перемене на улицу? Отпусти. Джинни Харпер. Это девочка. Хотя, нам кажется, кратрап. Это все. Но это девочка. Отпустим, я сказала. Чего бы это? Не отпустишь? Я тебя поцелую в губы. И заражу пшами. Фу. Ты свободен, Лолу. А, все. Из этого маленького наблюдения мы можем прийти к выводу, что это пятый класс. Дети еще не до конца понимают, что такое противоположный в плане интереса. То есть, это как раз момент пубертата, но еще не до конца, не расцветший, когда это прям становится интересом. Поэтому это пугает, особенно мальчиков. Причем интересно, что это везде так. У нас пацаны шарахались от девчонок, я вам так скажу. Вы, наверное, вспоминаете, когда вот перед началом класса все группировались по две, одной большой диаспоры. Там пацаны стоят отдельно, девочки стоят отдельно. И эти группы не перемешиваются. Хотя хотят. Эй, что теперь будешь делать? Она была, наверное, самой красивой пятиклассницей в мире. Давай-ка я тебе помогу, Мои. Но я об этом помалкивал. Я собирался показать ему приемчик. Хм, меня папа научил. Знаю. Я просто хотела избавить тебя от хлопот. Ты покажешь приемчик на следующей неделе, когда меня не будет. Как это? Папа сменил работу. Мы переезжаем. В этот самый момент весь мой мир рухнул. Джинни Харпер переезжала. Мой друг. Мой лучший друг. Мой телохранитель. Бежим. Я быстрее. Я уже по ней скучал. Очень грустный мультик. Я вот так понимаю. Я сейчас, чтобы вы понимали, максимально синхронизируюсь со своим прошлым. Я выглядел примерно так же. Я разговаривал примерно так же. У меня было небольшое количество драк со своими одноклассниками. Просто потому, что я особо-то и не ввязывался. Но это самые худшие воспоминания, которые у меня когда-либо были. Я никогда не был так счастлив, как сейчас. Особенно оглядываясь в прошлое. Я знаю, у вас, возможно, есть свои какие-то теплые впечатления и воспоминания. Но я четко вам резюмирую, что это было просто в моем случае ужас. Это был ад. В телевизоре папы всегда знали, что сказать детям. Может, это мне и нужно? Отцовский совет. Эй, ничего себе. Инструмент. Ничего уже толком не умеют делать. Пап. Ты что тут делаешь? Подкрадываешься к ветерану? Что там у тебя еще стряслось? Джинни Харпер. По всей видимости, ветерану со времен Вьетнама. Это какого интересного года? Это же 90-е, да? Получается. Идеи с Вьетнамом были еще актуальны. Или Ираком. Хотя с кем там только? Там довольно-таки много ветеранов было. Возможно, вы знаете. Скажите, пожалуйста, что интересно. Переезжает. Кто? Джинни. Уезжает в Детройт. Что ж, это большой штат. Там делают много машин. А зачем туда переезжать? У отца новая работа. И вдруг у папы загорелись глаза. Наконец-то. Сейчас он даст мне совет прямо как по телеку. Луи, вот что надо сделать, мой мальчик. Так, послушай меня. Узнай, отдал ли уже старик Харпер кому-нибудь свое место для парковки. Мое-то далеко. Если бы я смог занять его место, мне бы не пришлось по утрам далеко топать. Я всю войну прошагал. Я не жалуюсь. Просто хочется поспать утром хотя бы 10 минуток. Спасибо. Ты мне здорово помог. Ну что ж, оставалась мама. Значит, Джинни уезжает. Угу. Конечно, с таким другом тяжело расстаться. Но может быть ты найдешь другого? Где? По объявлению. И мы пошли в зоом... Ооо. Ты находишь друга в еде. Магазин Шалина. Зачем ему животные? У него же есть братик. Что ему, мало что ли? Купим котенка. Пожалуйста, мам. Какой чудесный котенок. Ну, мам, прошу. О, нет. Они царапают. Что? Царапают всех и все. И могут даже вцепиться в шею. А-а-а-а. Вот. Конечно, это всем известно. Ты что это задумал? Насчет царапают я слышал был когда-то разгон о том, что кошки максимально злопамятные. И был небольшой миф. Локальный. Что кошки убивают своих хозяек. Мне было 10 лет, и я верил в это. Потому что пару раз меня кошка реально чуть не убила. Выясняется, что нет. Но все равно я до сих пор думаю, что в целом это возможно. Царапун. А эту собаку можно, мам? Ну, пожалуйста. Он нас будет охранять. Я больше никогда ничего не попрошу. Ну, можно эту собаку? Нет. Они линяют. Папа тоже линяет. Собачья шерсть забивает все стоки. А потом вода заливает дом. Буль-буль-буль-буль-буль. У мамы, конечно, было свое представление об идеальном животном. Раз нельзя собаку и кошку, что тогда можно? Эм... Рыбку. Это глупое животное. Раньше рыбки были единственным домашним животным. Еще клещи, которые вечно прыгали тебе на шею. И сосали кровь. Короче, у нас не было зоомагазинов, и мы ловили рыбок в озере. Да, маленькая чешуйка научила меня быть ответственным. Чешуйка? Имечко для рыбки. Отличное имя для рыбки. Честно, они очень скучные. Я не хочу обидеть людей, которые разводят рыбу и получают от этого большое удовольствие. Я говорю про то, что у меня не вышло. Я завел разных, вы, наверное, знаете, назвал их именами своих друзей. Они начали жрать друг друга, пока не осталась одна, которая заболела, почернела. И она, кстати, жила долгое время. Я назвал именем бывшей, но она все равно сдохла, потому что все-таки, как следует из названия, они долго не живут. Заботься об этой рыбке, ты понял, Луи? Если от нее будут неприятности, пойдет на обед. Ты ее полюбишь. Как назовешь? Перец. А чешуйка вторая? Перец. Можешь с перцем немного прогуляться. Конечно. И что мне с ним делать? Надеть поводок и тащить по тротуару? Луи. Что, уже начинаются неприятности? Продается дом. Как ему тяжело. Это же просто какая-то лютая, некомфортная жизнь. Как здорово, что ты зашел попрощаться. Нужно было прогуляться с рыбкой. Вот и зашел по дороге. Ну? Вот он, единственный шанс сказать Джинни, как я к ней отношусь. Джинни. Да? Я хотел сказать. Что такое, Луи? А вы пообещали кому-нибудь стоянку? Что я несу? Ох, ну и дубиться. Идем, Джинни, пора ехать. Я сейчас, пап. Вот мой адрес. Может, ты мне напишешь? Пока. Пока. Джинни уехала, и теперь она никогда не узнает о моих чувствах. Максимально грустный мультик. Но жизненный. Эй, Луишка. О, посмотрите-ка. У маленького Луишки маленькая рыбешка. Как считаешь, Ранг? Неплохая закусочка для тебя получится. Точно, он лопнет. Что ты там промычал? Полегче шеи на этот раз, а то заведусь. Твой телохранитель уехал. Кто теперь защитит тебя? Лунатик. Глен, Глен, оставь толстячка в покое и марш домой обедать. Сейчас же. Мне пора. Завтра свидимся, Лу-Лу. Дважды. За мной шрам. Пошли. Иронично, что он тоже к этой категории подходит. Эй, ты, чокнутый парень, ты мог помять мне крыло. Какая безответственная молодежь. Эй, Луи, давай в машину. Плохая новость. Бабушка едет в гости. А какая хорошая новость? Хороших новостей нет. Вы ведь помните свою бабушку, да? Меня она, конечно, терпеть не может. Вы когда-нибудь слышали, что ваша мама могла бы встретиться с президентом США? Так вот, бабка обвинила меня в том, что я не отвел ее дочку в Белый дом. А в остальном она очень даже милая создает. Какая хорошая шутка про маразматиков. И про то, что ты испортил жизнь ее дочери. И начинаются всякие разные просто невыполнимые условия. Это очень потрясающе. Взирая на гряблую кожу, желтые зубы и запах изо рта. От этого запаха любой динозавр сдохнет. Вот почему они и вымерли. Спасибо, что подвез. Ладно, вываливайтесь. Пойдемте в дом. Ну что, идете или нет? Запах как от динозавра? От папы лучше? Я все слышал! Если этот день и не был худшим в моей жизни, то... Капец, у них там ситуация токсичненькая, да? Вообще, я не знаю, я сижу смотрю, я про вообще некомфортно. Он точно входил в первую пятерку. Луи, поживи в комнате Томми. В комнате Томми? А его куда? И он там же. Поживете вдвоем. Твоя комната нужна для бабушки. Пожелайте ей спокойной ночи. Сложность была в том, что родители поселили ее в моей комнате. А значит, куда бы в доме ты ни шел, нужно было пройти мимо бабушкиной двери. Давай я рискну. Передай привет родителям. Поздоровайся со своей бабулей. Ну, поцелуй же свою бабушку. Папа был прав. Зубы желтые. Спускайтесь обедать! Бегом! Ура! Его вопль меня спас. Ну, бабушка милая. Может быть, она нам еще как-нибудь даст о себе знать в позитивном ключе. Ничего немного вот этого, немного вот этого. Сразу вспоминаю, как я в армии готовил. Иногда клал в еду грязь, как наполнитель. Всегда, когда приезжала бабушка, готовил папу. В итоге я понял папину тактику. Он пытался ускорить ее отъезд. И напоминает Руслана Белого, который все время вспоминает про войну. Но если мы сравниваем со стендап-комиками, в нашем мире это будет Руслан Белый. Слезай! Это мое место. Ты мне не приказывай! Я вам обоим приказываю. Ну-ка сесть! Прошу. Тут на всех квасит. Ешьте, пока не остыло. О, Энди, ну давай посидим спокойно вместе. Зачем нам телевизор? Да так, маленький обеденный театр. Что там идет? Ну, отлично, то что надо. Люблю я это. Про дюка. Бабушка, вам слышно? О, прекрасно слышно, Энди. Пап, макароны старые. А похоже на какие-то сигаретные бычки. А по мне так вкусно. Ну, они с плесенью. Да что ты несешь? Это макароны со шпинатом. Когда я был на войне, вся еда была зеленая. Зеленые макароны, зеленый лук. Лук и есть зеленый, пап. Теперь-то, конечно. А началось это с нас. Глядите-ка, учит, как надо останавливать лбом штык. Ха-ха-ха! Ну, Энди. Кому добавку? Мне, если можно. Еще бы. Я с ума с ней сойду. Доедайте. Папа купил на десерт ватрушку. Нет, нельзя! Сберегу ее на особый случай. Когда вы все уедете. Энди, чуть не забыла сказать. Я сегодня зашла в гараж и привела в порядок твои инструменты. Что? Ха-ха-ха! Висят в лафовитном порядке. Что? Не благодари. Ха-ха-ха! Смотри, что сейчас будет. Энди. О, как это мило. Луи, Томми, быстро в свою комнату. А мы-то при чем тут? Быстро! Можно покормить? Нет, ты не умеешь. Учись. Кушай, приятель. Открой рот. Я, конечно, тоже не умел. У меня раньше никогда не было рыбок. И я не знал, сколько они едят. Эта тварь стала расти. Говорят, они едят бесконечно. Сколько дашь, столько исхедят. Не кажется, центр насыщения как таковой плохо работает. Точнее, он работает всегда. И они некоторые взрываются. Откуда я это знаю? Просто слышал. И начала будить меня по утрам. Ай-ой! Вставай! А? Что? Томми, тихо! Я хочу поспать. Иди сюда! Я есть хочу! Дай мне пончик желе. Я же похудею. Плуи. Мою отружку не трогай. Эй, моя ватрушка, нет! Я тебя на филе пущу. У меня нож такой острющий. Я из тебя сделаю суши. Я потом слопаю. Что тут творится? Папа съест перца! Папа съест перца! О, боже, это рыба. Эти дети, моя ватрушка! Энди! Эти дети! Ты отвечаешь за нее? Мы считали, что ты о ней будешь заботиться. У нас кончился корм. Есть хочет. Мне некогда везти вас в зоомагазин. Но если вы хорошо покросите, бабушка вас сводит. Луи, это ты? О, нет уже. Я понял, чем прикол. Он накаляет. Он калит. И тебе хочется смеяться, чтобы тебе легче стало. Что ты пишешь? Ничего. Бедный малыш Луи. Скучаешь по своей крошке? Жених и невеста. Теле-теле-теста. Теле-теле. Теле-теле. Что заела? Потрясающая русская адаптация. Кто-то так еще говорит? Кто-то так еще говорит? Интересно. Дети там. Которые родители услышали. Сейчас получишь, Луи. Что это такое? Убери руки от моего внука. Реально. А что все стыдят в отношениях? Конечно, все разбились по группам. Никто с друг дружкой не общался. Это что? Это прям проблема, да, получается? Отношения проблемы. Вы не замечали? Все время стыдят за взаимоотношения. И у этого очень странная природа. Причина странная. Я даже не совсем понимаю, почему. То есть, почему это стыдно? Типа шестилетние дети начнут сосаться или что? В чем проблема? Причем это не дети сами придумывают. Это в основном родители еще поддерживают. Это очень часто встречаешь. Я понимаю крайние случаи. Я не хочу сейчас их поднимать. Но есть прям лютые моменты. Это странно. Извините, мы болтали. Ты что, думаешь, я не понимаю, что такое зажим? Пошел вон. Да, мадам. Бабушка, что ты тут делаешь? Я возвращаюсь домой из зоомагазина. Ты купила корм перцу? У него такой голодный вид. Ты написал? Я просто повторял алфавит. Ага. Это не Джимми Харпер случайно. А откуда ты знаешь? Просто мама прислала мне твои снимки в летнем лагере. Она миленькая. Вы близкие друзья? Были. Она уехала. О, извини. А ты напиши ей. Я не знаю, что писать. Думаю, знаешь. Вдруг она посмеется. А вдруг нет? Наконец-то я понял, какова моя бабушка. Не какое-то желтозубое чудовище из залива бабусик. Она родной нам человек. Никогда не поздно сказать человеку, как ты к нему относишься. Какая классная бабка. Даже если не выгорит, даже если она отвергнет его, все равно. Просто то, что она к внуку такое отношение пройти. Это трясящая бабка. Она прям ощущалась. Она нарисована по-доброму. Я сказал, кончайте. Ну хватит. Эй, Глен, Глен. Знаешь что? Ты такой козел. Вообще-то я не совсем это имела в виду. Пойдем посмотрим, какой деликатес твой папа приготовил на обед. Дела шли как нельзя лучше. И тут... Перец. Это отличная мысль. Папа, нет. Это был мой друг. Ты поджарил перец, а я тебе этого никогда не прощу. Я ловил рыбу. Это дичь. Я слышал историю, как зажарили какое-то домашнее животное. Родители. То ли зайца, то ли кролика. Просто потому, что вот так. Обычное домашнее животное. Это ужасно. Ты поймал ее? Именно так. Этими самыми руками, которыми я сейчас... Энди. Что? Перчик. Он только что вышвырнул в окно мой обед. Он стал еще больше. Я его искупала. Зачем? Это же рыба. Ну, это смешная шутка. Реально. Одну рыбу нам жалко, другую рыбу как-то не очень. Видимо, то, что мертвую нет. Это реально определяет факторы отношений. С кем эти отношения, это не жалко. А все остальные... Мне кажется, мы все так живем и лицемерим. Вообще нам плевать, мне кажется, на людей в целом. Вообще, от слова совсем. Нам не плевать только на близких людей. И вообще на все близкое нам не плевать. Теперь она чистая. Хорошо. Потому что я съем перца. Энди. Никто не съест перца. И что же мы будем кушать? Опять макароны? Я как будто опять на войне. Одна и та же пища 360 дней в году. Макароны! Ну, мне уже пора ехать домой. Мама, да ты что это? Ты уезжаешь? Точно? Какая жалость. Почему? Не хочу вам надоедать. А, теперь-то уж что. Помочь собраться? Ой, Энди, спасибо. Ты такой хороший зять. Я не мог этому поверить. Только я полюбил бабушку, и вот она уезжает. Приезжай еще у мамы, ты слышишь? Бабуля, я буду скучать. Я тоже буду скучать, Луи. Дай-ка я тебя обниму. Простите меня. Извините. Энди. А что такого? Бабушка, будь он, не негативит, она ничего не... Ну, ладно, разложила инструменты. Это единственное, что такого было в их отношениях, что он так сильно ее не ждет. Я не знаю, может, она изменилась, но бабка какая-то максимально позитивная. Очень приятная. Очень приятный персонаж. Он как-то прям теплый. До свидания. Приглядывай за перцем. Пока. Счастливо. Пока. Какая жалость. Я уже привык, что старушенцы живут с нами. На этот раз от нее даже не пахло нафталином. Знаешь, Луи, иногда даже очень хорошо. Что это значит, ВФВ? Что это значит? Это какая-то аббревиатура, да? Это или шутка, или что это такое? Что значит эта аббревиатура? Надо погуглить в конце. Люди уезжали. Почему это? Не знаю. Очень хочется есть. Кто хочет пообедать? Пойду посмотрю. Бабушка! Что она забыла? Зубы? Это не бабушка, это... Джинни, вернулась. Да, у папы не вышла с работы. Я так рад, что у нее не вышла с работы. У его... Что-то я как-то погрузился в это все. Я рад ее видеть. Поэтому мы вернулись. А, привет, Джинни. Добро пожаловать. Ой, мистер Андерсон. Папа просил сказать, что хочет забрать место для парковки. Что? Отлично. Мое старое место уже занято. Придется парковаться еще дальше. Можно тогда и пешком на работу ходить. И вставать надо раньше, чтобы не опаздывать. Джинни. А ты... Ой, а бабушка. Ее наставление. Очень приятный мультиправду. Получила мое письмо? Нет. А ты мне писал? И о чем? Не о чем. Луи. Я написал, что хорошо, когда твой друг рядом. А-а-а. Так ты про это письмо говоришь? Я думал, ты... Я хотела, чтобы ты сказал это. Ну... Ой. Я тоже по тебе скучала. Мне нравится. Вау! Какой большой! Чем ты его кормишь? Курятиной, пончиками вата. Ну же, мы же все ядные. И что-то мне с курятиной разнесу. Ушками. Нет, серьезно. Тебе тоже нужно завести рыбку. Нет. Мы кошку купили. Ты не знаешь про кошек? Нет. У них ядовитый язык и когти. Они могут вцепиться в горло. Я понял, что когда дело доходит до советов, все эти телевизионные семьи Андерсеном в подметки не годятся. В конце концов, мама была права. Я полюбил перца. И папа был прав. Иногда действительно хорошо, когда человек уезжает. И, наконец, права была бабушка. Никогда не поздно сказать человеку, как ты к нему относишься. Ну? Он написал... А, он сейчас, типа, дорогая бабушка, да? И тоже ей что-нибудь отвергает. Да какой, какой... Ну, очень мило. Понравилось? Сейчас, подождите. Ко мне. Хе-хе-хе. Приветствую, ребят. Ой, какой... Эй, ты даже тигра напугаешь. Не смотри на рыбок как голодный. Ты что задумал? Ой, ты меня облизал. Нельзя лизать без разрешения. Ху-ху. Какой классный мультик. И он мне нравится по моим личным, субъективным ощущениям. Я подраскрою. Я уже намекал, что в детстве я был толстым мальчиком. Маленьким. И, в основном, не классным в глазах плебеев и дебилов. Сейчас я понимаю, что это конченые люди. И они не распробовали гения на вкус. Но в любом случае жилось мне плохо. И мне как раз такого друга и не хватало. Я просто смотрю и закрываю мысленно свой гештальт. Это так приятно. Потому что у него получилось. И это правда классно. Слушайте, классный мультик. Вот он немножко специфичный. Как и предполагалось со всех ситкомовских моментов. Во всех ситкомовских мультиках всегда будет драма в основе. Причем жизненная и очень больная. И я что-то поначалу прям это впитывал. Аж прям неприятно. Но от этого круто. К этому надо немножко привыкнуть. Я буду разносить конкретно. Слушайте, прикольно. Мне нравится. Я ваше мнение хочу послушать. Будем ли продолжать? Будем ли смотреть? Ну, мы как минимум точно посмотрим вторую серию. Потому что на нее задонатили. Задонатили на первую серию. Задонатили опять на первую серию. Что значит задонатили на вторую. Потому что у нас донаты автоматически суммируются. Переходят на следующую серию. Потом еще и вторую. Посмотрим чуть попозже. Но мой первичный какой-то вердикт. Ощущение слепок. Это будет классно. Если даже вот мы продолжим. Это будет неплохо. Ваше мнение тоже очень важно. Лайки обязательно поставьте, если вы хотите. Дизлайки, если вы не хотите. У нас очень простые правила. Будет очень здорово, если вы как-то прореагируете на произошедшее. И я посмотрю, что делать с этим дальше. Спасибо, что посидели со мной. Реально классный мультик. Слушайте, правда классно.